приветствую всех на канале меня зовут андрей ласкович компания гарант ремонт и сегодня у нас будет обзор объекта коммерческого типа друзья это у нас кафе время работы с 9 до 23 и в этом кафе все работами делали под ключ а а и и и и и и Итак, друзья, все работы в данном кафе, как я говорил ранее, мы делали под ключ. Изначально помещение здесь было совсем предназначено для другого, но хорошее месторасположение. И мы сделали из данного помещения кафе. Сейчас я расскажу, какие работы были здесь у нас проделаны, начиная от черновых и демонтажных. Вот, пойдем по порядку. Изначально задумка была здесь у нас другая, но в процессе ремонта мы немножко идею изменили. Кстати, кафе открылось уже полгода назад, еще летом в мае, сейчас у нас уже декабрь, конец 2020 года. Итак, по порядку. На стену нам носилось сложное декоративное покрытие, фартурное, объемное, смотрится очень достойно, с там так, люксом. Была одекорирована только вот эта вот главная стена вместе с парной зоной. Фото-зона у нас выполнена была из фотообоек. Это был один большой лист, который мы решили обрамить специальным гибким молдингом. Изначально вся эта комплекция была наклеена на стену. Потом мы наклеили по периметру, как нам было с контакту указано молдинг. Потом по периметру все это дело мы обрезали и примыкание заделали материалом из декоративного покрытия. По остальным же стенам у нас лежит американка. Это еще от застройщиков осталось нам. Потолки, поскольку кафе находится у нас в жилом доме, мы отсекали первый этаж. С помощью утеплителя делали звукоизоляцию. И все это дело разводили в коммуникации по потолку и вскрыли все это натяжным потолком. С натяжным потолком, кстати, у нас были трудности, так как у нас есть очень большие окна, витражи. И, соответственно, профиль натяжного потолка было очень сложно нам закрепить между вот этими окнами. Так как расстояние здесь везде разное. Где-то полтора метра, где-то 40 сантиметров, где-то 70. Вот, как мы вышли из данной ситуации. А очень просто. Мы просто добрали сверху нужную нам глубину по вот этим оконам. С помощью ламинированного белого деспресса цвет оконной рамы. Мы добрали нужную нам глубину. Вот, и тем самым убили двух зайцев. Первое, это мы спокойно смогли закрепить сверху профиль натяжного потолка. И второе, это между окон мы смогли спокойно закрепить наши шторы. Вот, и весь препятствий. Вот, и вот, роль шторы. Так что всегда можно найти выход, даже, казалось бы, из самой безвыходной ситуации, и обратить ее к себе во благо. Можно их все окна закрыть и устроить здесь какую-то приватную вечеринку. И одним из лучших напольных покрытий для заведений массового использования, скажем так, небольшого проходника, является все же КАФИ. Вот, и здесь у нас вложен керамогранит размером 60 на 60. Итак, друзья, мы впадаем в санузел. Изначально это помещение было немножко другой планировки, но нужно было нам сделать отдельный вход. И вот этот поддерной проем мы полностью здесь вырезали. Ставлю сюда вот эти двери. А другой проем в соседнее помещение, мы его заложили полностью и уложили туда плиту. Здесь, в смысле, у нас большой умывальник и вот такое вот зеркало. Но зеркало это у нас с небольшим секретом, так как у нас здесь одна дверью находится кондиционер, а выход его наружный блок стоит на улице, с другой стороны. Так вот, дальше в помещении у нас дают конвенционные стояки. И вот за этим керамым зеркалом у нас открывается дренаж. То есть, опять же, в данной ситуации мы убили два зайца. Первое, это мы для клиентов сделали большое зеркало, где можно поухаживать за собой. И второй момент, это чтобы не портить внешний вид данного санузла. Дренаж, вот это вот, вот это вот зеркало. Оценивайте комментарии и ставьте лайк. Итак, друзья, двигаемся дальше. Это у нас уже непосредственно сам туалет. Вот здесь, за таким вот шкафом, у нас скрываются небольшие коммуникации. Они у нас идут снаружи. Здесь у нас основной стояк, канализационный, и вся вода здесь проходит. И для того, чтобы как-то скрыть и перейти в следующее помещение, вот, видно, у нас здесь отопление находится. Оно, скажем так, мешало, и мы сейчас другую отпустим по наружу. И, соответственно, чтобы всю эту некрасивую ситуацию там вскрыть, было принято решение сделать здесь вот такой вот небольшой шкаф, вот, который будет скрывать все вот эти вот коммуникации. Причем не нарушая никакого, скажем так, полезного пространства в данном саму времени. Коммунитаз у нас стоит обычно на поле. Вот, и при этом у нас здесь есть также вот такой шкаф в одном и том же стиле, который также у нас скрывает все наши коммуникации и добавляет полезного пространства. Вот видим, здесь у нас расположены различные полки, где можно хранить какие-то вещи для хозяйственных нужд. Хочу вас обратить внимание на то, что в каждом заведении общественного питания есть санитарные нормы, и в связи с этим санитарными нормами должны быть правильно расположены все приборы, и не исключением является канализация. Все сифоны, все подводы должны быть с воздушным у нас разрывом не менее 20 миллиметров. Все это сделано в данном кафе. Вот, как и здесь, у нас идет дренаж, который я говорил, скрывает у нас, Дин, говорит, нет, нет дренажа. И вот сам сифон с воздушным разрывом порядка 5 миллиметров в сантиметре. Точно так же мы установили на холодную воду фильтр глубочистки, и который, кстати, уже картридж нужно будет нам сейчас применять. Как-то так. Итак, друзья, вот наш внутренний блок кондиционера, а наружный блок у нас все коммуникации идут через все кафе под потолком, и наружный блок у нас открывается на улице. Вот за этим вот блоком. Весь электромонтаж мы прокладывали здесь заново, и одним из первых, когда мы входим в заведение, было пожелание, чтобы включалась у нас одна рабочая зона, заново для клавишного выключателя. Вот, здесь у нас стоит два клавишных выключателя. Вот, один у нас выключает основной свет по направлению движения, один выключает у нас свет на улице, и исключательный еще есть, который включает у нас реклама. Зона освещения в данном кафе у нас поделена на четыре зоны. Вот, одна основная переходит, одна у нас над барной стойкой, и две зоны по размещению гостей. А еще здесь есть такая вот очень классная штука, которую мы реализовали в данном кафе. это, например, я умею делать вот так. Либо же вот так. И точно так же, по щелчку, мы можем включаться. И вот. Вот так. Я думаю, это очень классная идея, и точно так же, допустим, могу включать свет, допустим, на барной стойкой. Оп, видите, да? Оп, и включается. Особенно пальчики у меня. Ну все, не говори, показывай, какой тебе. Да, шучу, я шучу, друзья. Вот, с помощью такой вот штуки. Можно у нас включать и выключать свет. Это было сделано у нас вещь специально для того, чтобы официанты могли контролировать дистанционное освещение в зале. Есть, да? Я думаю, там сразу все фиги. У нас есть вот такие вот монолитные колонны, которые мы не имели права никак набирать. Было принято решение их одекорировать. И заказали у мебельщиков вот такие вот панели из крашеного МДФ с золотой кромочкой, на которой разместились у нас вешалки для верхней одежды гостей. В данном кафе у нас преобладают цвета красных бордовых оттенков, очень удачный цвет для кафе. И одну из стен было принято решение у нас поддекорировать вот такими вот молдингами. Это у нас, кстати, молдинги из обычного пенопласта, поклаженные вот такой вот бордовой краской в цвет нашего интерьера. Смотрится довольно-таки неплохо и видим, что сами хозяева заказали вот такие интересные маски, украшения, которые подчеркивают вот эту всю цветовую гамму и предвестольность данному кафе. Поскольку сейчас век высоких технологий и многие приходят в кафе не только покушать или выпить чашечку кофе, многие приходят с какими-то гаджетами, поэтому всегда в кафе как можно больше размещать розеток. Они у нас есть здесь в каждом углу, в этом, в том, в том, на той колонии, в том углу, короче, везде, где у нас есть места для сидения, максимально наполнять их розетками. Межпотолочному пространству мы уделили на самом деле очень много внимания, так как у нас по потолку основному проходят все коммуникации, начиная от сигнализации, от электрики, от разводки всех светильников, от трассы кондиционеров, от видеонаблюдения, а также у нас там проходят провода для колонок наших, поскольку в нескольких частях, которые у нас по потолку, мы расположили колонки. И не забываем, что каждое у нас заведение, особенно общественное питание и так далее, должны быть у нас обеспечены охраной сигнализацией. И вот у нас в каждом углу видим, располагаются датчики на разбитие окон, датчики на движение и на открытие двери. За моей спиной также стенка декорирована у нас молдингами, как я уже говорил, это обычные кинопластовые молдинги, но было принято решение на контрасте попросить и такой вот черный свет, чтобы выделить панкетов вот эту вот стенку. Если вы обратили внимание, в данном заведении все освещение выполнено в таком вот лоскарном стиле, на заметку по каждому, это у нас светильники на возборске. Итак, над барной зоной у нас расположились вот такие вот зеркала, это обычные зеркала, которые мы закрепили способом наружного монтажа, то есть не клеили их как-то, а просто закрепили и закрепили формированные такими заглушечками. Все зеркала тоже так же у нас, как и на стенах, присутствуют молдинги, молдинги, окрашенный цвет, главный цвет капота. Рабочая зона у бариста, наполняем здесь у нас стоит умывальник, вот здесь у нас зашит гипсокартоном традиционные стойки, умывальник, дальше у нас раскладывается ледогенератор, дальше у нас идет кофемашина, но это прямо вот Мерседес, то есть класс такой, клево очень, кофе, кстати, вкусный. И здесь у нас излечитель, зерен кофейный и дальше у нас стоят миксеры, блендеры, ну, прочее, какие-то там штуки, которые взбивают у нас вкусно очень коктейли. А потом мой барный стойка, у нас есть холодильники. Холодильники, которые охлаждают нам всякие вкусности. Вся рабочая зона у нас, она довольно-таки большая, порядка 4 метров. В ней уложим у нас вот такой капель, обязательно должен у нас присутствовать в мокрой зоне, так как он хорошо защищает нашу стену от воды. Под самой мойкой и вблизи кофемашины мы расположили фильтра, фильтра тонкой очистки с обратным у нас осмосом, вот, так как кофемашины всегда очень капризны. Качество питьевой воды, соответственно, фильтр обязательно вкатать можно. Как я и говорил ранее, все приборы у нас должны быть подсоединены к сифонам с помощью воздушного разрыва. Здесь мы с помощью кумуляционных отводов сделали гидрозапор обязательно, то есть у нас вот здесь вот так в трубе стоит вода, которая перекрывает у нас канализацию. И, соответственно, вот эта вот воронка, она обеспечивает вот этот вот самый воздушный разрыв 20 миллиметров. Итак, друзья, мы находимся на кухне, я вам хочу рассказать немного про рабочую зону шеф-повара. Здесь, на самом деле, все очень сложно, водосторожение все идет у нас тоже наружи. Здесь у нас расположено два холодильника, то есть холодильник и морозильник. Здесь у нас расположена плита, вот такая вот вытяжка принудительная. И здесь всякие подсобные ему штуки, кировные кроволокки и наши печи. Итак, друзья, вот здесь у нас вытяжка, которая отвечает за то, чтобы вытягивался в данном помещении плохой воздух, скажем так. И изначально мы поставили сюда вентилятор, который прослужил нам буквально только полугода. Он у нас был, скажем так, вентилятор, он весь забился таким там налетом, жирами и так далее. И перестал хорошо выполнять свою функцию. И буквально вот недавно перестали вот более мощный вентилятор, который, скажем так, мощный-мощный. И вот у этого зонта на два отверстия он у нас выходит. И с тестной печи он реально очень хорошо кипит. Как я и говорил тоже уже ранее, наш электрощиток, в котором мы разместили наши электрические группы, автоматы разделяют у нас несколько зон и все наши приборы, которые находятся у нас в кухне и в основном в помещении. Да? А, блин, я знаю, что я хотел сказать только, что данное кафе имеет 25 посадочных мест, то есть единовременно можно принять до 20, максимум, 25, блин, максимум 30 человек. В данном кафе можно не только хорошо покушать, но и провести свой досуг, так как я делаю данное кафе, переживаю на своих клиентах и всячески постоянно приду в деньгозочные фокусы. И вот здесь вот стоят различные на столе у нас игры. И вот здесь возле окна, в общем, также у нас стоит дженга, у нас стоят в данной коробочке различные карандаши, куда можно будет прийти с маленькими детьми и чем-то их займёт. И еще один очень важный у нас момент, когда вы приходите особенно с маленькими детьми, их нужно туда-то посадить, обязательно в которой должны присутствовать места для коррепления наших детей. Итак, друзья, я надеюсь, обзор данного кафе вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы и дальше вынесем для вас еще больше годного контента. Всем пока!